друзья всем привет вы на канале squad board shop мы находимся в шерегеше у нас сегодня выдался отличный солнечный день на самом деле погода меняется здесь почти каждый день мы катаемся то в паудере то выходит солнце весенний слэш снежок потапливается вот но дело не об этом все красиво конечно все классно сегодня я хотел бы вам рассказать об очень крутом рюкзаке от фирмы дакайн поучер немного классической моей воды личных каких-то историй я не знаю вам нравится это или или нет напишите в комментариях как вы хотите чтобы я сразу по факту без вступления вам бабахал технические характеристики или может вам нравится то что я рассказываю какие свои личные ощущения отличный опыт вот как я говорил в нескольких своих видео до этого я уже где-то 10 лет езжу в горы и катался все это время без рюкзака на самом деле я катался даже не в технологичной какой-то одежды там чуть не в балахонах меня всегда все устраивало я не чувствовал дискомфорта но сейчас пришла мода и я на самом деле уже начал чувствовать что технологии это очень круто ты не потеешь ты не мокнешь ты не мерзнешь и понял что это все на самом деле стоит денег и за это стоит платить но ты платишь за свое удовольствие в общем я десять лет катался без рюкзака приехал в шерегеш и почему-то понял что мне необходим рюкзак не то чтобы конечно необходимая пол что с ними будет гораздо комфортнее во первых то что я тут снимаю видео мне в принципе камеру помешалась карман но я понял что если я положу в рюкзак будет намного намного комфортнее также я уже сказал что здесь меняется погода и ты просто можешь выйти подумаешь на улице рисует минус 15 но но солнце а солнце греет так на самом деле очень жарко ты оделся тепло а скинуть свои теплые вещи тебе например некуда вот я понял что мне нужен этот рюкзак купила в сквоте мои друзья летели как раз таки в геш две недели назад привезли мне его и я очень доволен сейчас расскажу вам о нем поподробнее так вот я вам уже рассказываю про этот рюкзак волны у меня сейчас на спине это модель поучер 22 литра я долго выбирал себе размер потому что я в целом люблю обычно большие рюкзаки я любитель напихать них всего но я прекрасно понимал что во первых я долго катался без рюкзака и думал что большой рюкзак наверное мне не нужен потому что в принципе там много вещей на горку ас и собой не возьмешь я выбрал себе объем 22 литра и совсем не прогадал он вполне большой но не мешает не сковывает при катании ничего там не оттягивает у него есть все эти стрепы я вам еще сейчас все подробно расскажу что мне нравится какие-то может быть минусы которые мне не понравились ну как все обычно начинают до главное отделение главное отделение у нас идет такое основное она самое большое здесь я здесь ношу в основном пуховку потому что в сибири это очень необходимая вещь тебе стало холодно на подъемнике едешь на кресельном накинул на себя пуховку сверху не мерзнешь поднялся убрал его в рюкзак ты великолепен тебе все хорошо ты оделся круто ты шаришь в слоях и вообще не потеешь не мерзнешь когда надо тебе тепло когда надо тебе прохладно и ты контролируешь свой комфорт вообще по полной программе но здесь конечно в этом отделении все сделано для лавина лавинного оборудования для лопаты для щупа вот шри геши я думаю что сложно представить ситуацию когда тебе понадобится лопата но если ты поедешь поляну возьми ее с собой возможно откопаешь как от своего друга который закопался не дай бог в глубоком снегу а еще хуже какой-нибудь лавине так вот когда я смотрел видео с обзорами горнолыжных рюкзаков всегда люди упоминали что он защищает спину при неудачном падении или въезд дерева я этому не верил я думал как для этого есть защита спины как рюкзак может защитить тебя от какого-то падения но в этой поездке я понял что здесь есть вот жесткая спинка плюс там напихано моих вещей какие-то теплые шорты а сейчас все это буду показывать вот это пуховка и это это реально толстый слой мягкого с этой стороны плотного материала если ты влетаешь там в дерево спиной пусть не сильно или там средне там ну или даже сильно в любом случае это будет лучше чем без рюкзака ты чувствуешь себя комфортнее ты чувствуешь себя увереннее как в шлеме да когда катаюсь без шлема я очень аккуратно катаюсь потому что я понимаю что любое неверное движение и тут уже никто тебе ничего не гарантирует в шлеме ты летишь тебе бьют ветки ты как бы понимаешь что если ты улетаешь дерево то тебя защищает там он и ты как бы не умираешь на месте вот то же самое с рюкзаком посмотрите вот это 30 сантиметров мягкого материала и плотной спинки который защитит при падении я просто этому реально не верил а покатавшись с рюкзаком я понял что это круто плюс тут есть дополнительное дополнительное такое отделение куда можно вставить еще защиту спины до каин импакт давайте я вам открою это очень большой плюс этого рюкзака это откидывающаяся спинка то есть сюда вы кла и вот здесь вот сюда можно убрать свой гидратор правда я не уверен что я и вообще когда-то буду пользоваться иногда кажется хочется пить но мне кажется там в минус 15 вода просто замерзнет и тут вот к этому у меня вот к этому моменту у меня есть небольшие вопросики то есть гидратор гидратором да но но к этому я еще перейду позже у меня есть одно замечание вот сюда можно вставить защиту спины мне кажется я ее докуплю себе тоже чтобы у меня было вообще все супер по по фен-шую у меня вот здесь вот лежат теплые шорты блак лава дополнительные варечки еще какие-то вещи сюда можно положить желательно что-то мягкое чтобы в спину не давило а что-то твердое положить в основной рюкзак вот я конечно его очень вам нахваливать своего рода такая реклама вы иногда пишите почему вы ничего не как бы не хейтите ничего не оставляете негативных отзывов я хочу вам объяснить этот момент просто мы делаем обзор на те вещи которые нам нравятся и показываем их вам зачем нам что-то негативное нести в этот мир мы просто вам в основном показываем вещи которые нам нравятся я с этим рюкзаком катаюсь здесь уже почти месяц и просто супер доволен смотрите здесь есть отсек для не отсека такая сеточка для шлема она убирается вот сюда вниз если она вам не нужна я обычно до горки просто кладу сюда шлем прихожу на горку одеваю на голову вообще очень удобно и куча всяких еще стрепов для лыж я вам буду наверное больше рассказывать со стороны сноубордиста у меня нет лыж тут есть как бы крепление для лыж сюда очень удобно палки для скитура зафиксировать все вы пошли в скитур у вас все великолепно кстати про скитур 22 литра для скитура мне показалось вот прям впритык но это на первый взгляд только показалось потому что рюкзак устроен так что он кажется довольно тоненьким но тут но он растягивается и вы можете туда вмещайте вмещайте вмещать то есть я пришел к серёге тиабалди у меня и так был рюкзак практически полный там у меня лежала пуховка там шорты и камера и туда-сюда и он не дает еще кому со еще дополнительные какие-то штуки а потом они мечтают термос говорят вот тебе неси короче и я думаю ну термос то уж точно сюда не поместится он берет и просто залазит утрамбовывать все что там есть вообще супер круто супер удобно и сначала я немного расстроился что нет отдельного кармана для термоса чтобы он там лежал в правильном положении потому что термос нельзя носить там чтобы он так как угодно валялся ты падаешь и как бы термос ломает спину он всегда должен находиться в таком положении но когда у тебя там лежит что-то мягенькая пуховочка его сбоку ставишь он никуда не денется еще один очень важный для меня карман это карман для ваших ценных вещей для быстрого доступа у меня вот тут есть такой карман с сеточкой у меня там лежит телефон и кошелек потому что он никогда не потеряется он там зафиксирован даже если этот карман открывается вот этот карман его спасает также меня тут лежат всякие свои вещи которых я еду на гору и потом после горы захожу в кафешку шапка какие-то может быть флисовые варежки еще я таскаю с собой парафин на всякий случай если вдруг кому-то или мне надо будет натереться какие-то куча скипасов у меня уже накопилось за месяц иногда гупрошку сюда кладу в общем целом удобно также тут есть карман для маски я в нем ношу дополнительные линзы карман очень плотный то есть я сначала подумал блин у меня маска туда не влезет он сделан таким образом что туда надо прям маску запихнуть если ну я не остается только доказываться зачем это сделано мне кажется для того чтобы маска там сидела плотно никуда не двигалась то есть вот вы ее туда засунули зафиксировали я обычно маску просто на голове до горы несу здесь я храню свои линзы но маска тоже вмещается и в чехольчике и не в чехольчике вот это очень удобно также из минусов хотел бы но это на самом деле такой минус соус оу как называется как говорится да я почему-то думал что в этот гидратор можно будет убрать ноутбук потому что как мне кажется ты собираешь чехол для горы рюкзак берешь просто собой на спину если берешь собой ноутбук то там нет для него отделения да можно сказать чел о чем ты это горный рюкзак какое отделение для ноутбука но как будто бы гидратор с и вот отделение для гидратора можно было бы сделать как-то еще чтобы она и до ноутбука подходила но его просто придется положить в в основной отсек и быть просто поаккуратнее лопату там на убрать чехол так что это такая такой минус 50 на 50 кому-то вообще пофиг на это мне мне бы не помешало чтобы там было отделение для ноутбука но я думаю я это переживу вот ну конечно а самое основное что хочется вам сказать что с этим рюкзаком кататься невероятно удобно он очень классно спроектирован защелкнул эту стрепу защелкнул нижнюю стрепу подзатянул все он никуда не сваливается он никуда не уезжает чувствуешь себя комфортно чувствуешь себя защищенно все твои вещи необходимые находятся рядом с тобой если те вот здесь есть от карман например до отверточка вам достал подкрутился все инструменте к у тебя собой все с собой на этой стороне есть еще места для карабинов сюда можно пристегнуть какое-то альпинистское снаряжение убрать какую-то я не помню как это называется да как скалы на ру ледоруб да там какой-то наверно сюда убрать я если честно не на это ну карабин какой-то повесить я этим не пользуюсь вот этой штукой вот но самое главное что с ним удобно комфортно кататься он не мешает ты ездишь не чувствуешь его на спине ты чувствуешь только то что если ты улетишь в дерево он тебя спасет в общем заключение хотел бы сказать что для меня рюкзак для катания в горах стал открытием спустя 10 лет я додумался что все свои вещи можно убрать в одно место и еще защитить дополнительно свою спину я считаю что это очень круто если вам нечего брать на гору если вы берете с собой телефон ключи и все то наверное вам и нечего брать рюкзак конечно вам он не нужен но если вы хоть раз задумывались о том что было бы круто взять с собой какие-то дополнительные варежки некуда убрать шлем может быть там ту же самую пуховку и не одевать на себя не обертываться ей-то в руках не таскать взял в рюкзак все отлично ты великолепен очень советую тем кто искал себе рюкзаки дакайн это просто вершина технологий есть еще другие модели рюкзаков не поучер есть хели про есть мишин каждый может найти себе что-то в своей ценовой категории по своим потребностям так что пора заканчивать это видео катайтесь на сноуборде защищайте спину не болейте прогрессируйте ездите в горы не сидите дома всем удачи всего хорошего